30 декабря, когда жители Бессарабии занимались приятными предпраздничными хлопотами, состоялась очередная рабочая поездка народного депутата Украины Александра Урбанского в Ренийский район. В течение 2016 года удалось сделать очень и очень много. В частности, впервые за годы независимости направлено около 5,5 миллионов гривен на капитальный ремонт учреждений образования нашего района. Например, маленькая школа на Моголе получила из областной казны 400 тысяч гривен, за счет чего удалось благоустроить двор и капитально отремонтировать столовую. Мы вам очень благодарны, мы с вами сотрудничаем, мы за вас всегда любим. И, скажем, коллектив, да, мы во сне такого не видели. Спасибо вам огромное, вы для вас сделали очень и очень много. От всей души, здоровья, счастья, удачи во всем. Я думаю, еще долгие лета будем сотрудничать с вами. Можете на этом, в этом даже не сомневаться. На этом точно решили. Да, в пятой школе еще осталось немало нерешенных проблем. Требует ремонт, а двор начальной школы хотелось бы заменить устаревшее оборудование столовой, о чем директор школы рассказала народному депутату и первым лицам города и района. Вы знаете, 24 года никто ничего не делал, и за два года сделать все сразу не возможно. Поэтому давайте мы как-то чуть-чуть наберемся терпения и потихонечку все по этапам мы будем делать. Хорошее настроение на новогодние и рождественские праздники царит в коллективе Ренийской школы номер 3, которая в этом году получила подарок на полтора миллиона гривен. Это школа находится в центре города Рений, да, третья школа. И для нас, когда мы выбирали, что сделать знаковое, что отремонтировать, чтобы было заметно в городе, непосредственно Игорь Викторовичем и Олег Васильевичем мы остановились вместе, когда думали, остановились на третьей школе, потому что она находится в центре, она находится между двух центральных улиц. Я считаю, что это вот будет для нас, для ренийцев, для нашей команды, это будет таким вот знаковым объектом, с которого начнется благоустройство города Рений. В следующем году у нас очень много планов еще, и в этом году, спасибо областному совету, были выделены тоже большие деньги из областного бюджета для города и для района, поэтому у нас в планах и ремонт еще нескольких фасадов школ, и второй, который тоже находится в центре, и там и благоустройство территории обязательно будет происходить. Да, практически каждая школа за этот год получила такие, ну, будем говорить, мягко сказать, подарки. Это люди, это первая школа, у них был больной вопрос двор, это фонд Урбанского, они сделали, выложили плитку. Люди, многие не верили, что это возможно вообще, как бы, до выборов обещали, говорили, что после выбора вы что-то будете делать. Ну, за этот год мы доказали, что мы многое сделали, вот знаковый будет у нас проект, это парк. Благодаря фонду Урбанского у нас там был летний кинотеатр, который уже 15 лет был в запустении, его выкупили, передали фонду города, так что хочу поблагодарить Александра Игоревича за это, за неоценимый вклад в наш город, ну, и за поддержку, то, что он оказывает мне. Самое главное, самое знаковое, это то, что вот городской бюджет совместно там с другими бюджетами мы будем восстанавливать в следующем году полностью парк. Начнем вот, ну, естественно, будем делать это этапами, но конечная цель это благоустройство этого парка, центрального парка, с дорожками, выложить их плитками, поставить скамеечки, сделать зонинг, где будут и зоны отдыха, и развлекательные там для детей места, то есть там детские площадки, и сделать и ротонды красивые, где могут там отдыхать граждане пожилого возраста. Самое главное сделать, конечно же, его светлым, для того, чтобы можно было там и вечером, и днем находиться в безопасности и в комфорте. Поэтому вот это у нас следующее вот такое вот грандиозное, масштабное, я бы сказал бы, строительство, которое мы будем вести, это вот в планах на 2017 год. Ну, в районе у нас фактически в каждом селе были выделены деньги из областного бюджета, из государственного бюджета. Нам очень помог народный депутат Александр Ильич Урбанский из госбюджета. На село было выделено 2 с лишним миллиона гривен. На эти деньги мы делали уличное освещение, скважины, в Орловке скважина, в Котловине была установлена башня Рожновского. Во фактически во всех школах и детских садах менялись окна. У нас по городу, еще забыли сказать, что будет у нас благоустройство двора и ремонт фасада 4-й школы. Уже говорилось 2-я школа, благоустройство двора 6-й школы. То есть у нас наша команда стремится к тому, чтобы город Рени выглядел европейский, как европейский город. Удачным стал ушедший 2016 год и для Ренийского отделения пенсионного фонда. В последние годы в этом здании протекала крыша. Во время дождей вода лилась с потолка и по стенам, угрожая оборудованию и документам. Сотрудникам пенсионного фонда приходилось постоянно спасать компьютеры с базой данных о начисленных пенсиях. В этом году удалось полностью заменить крышу офиса пенсионного фонда, а также прогнившие окна на металлопластиковые. Вы знаете, хотим сказать всем вам огромное спасибо за то, что наконец-то у нас первую зиму тепло, наконец-то у нас не течет ничего. Мы чувствуем себя комфортно, мы чувствуем себя уверенно в том, что не испортится очередная техника от воды, капающей на голову, или от того, что мы будем мерзнуть, потому что мерзли мы постоянно. Вы даже не представляете, насколько было все плохо, в том плане, что элементарное даже тепло у нас его не было. Несмотря на то, что газ крутили, платили. А теперь на работу, как на праздник. А теперь да. Коллектив пенсионного фонда поблагодарил нардепа за поддержку не на словах, а на деле. Благодаря вашей поддержке и нашим усилиям мы все-таки этот регион поднимем. Наши поддержки можете не сомневаться. Наша задача, вы можете не сомневаться, что наша задача сейчас, я вот уже говорил это сегодня ранее, и вот мы и с мэром, и с Олегом Васильевичем обсуждали, город Тренин, это первый город, когда ты въезжаешь на Украину за границей. И что это было? А я считаю, и мы будем над этим работать. Что это должна быть? Визитная карточка. Вот у нас третья школа, да, это такой центральный знаковый объект. И мы будем продолжать и фасады ремонтировать, и благоустраивать город. И в следующем году у нас грандиозное такое, будет масштабное строительство, это парк. Вот поэтому город будет процветать, город будет благоустраиваться, город будет превращаться в действительно вот хороший, уютный европейский городок. Хочу сказать огромное спасибо за то, что у вас управление работает как частники. По сравнению, не хочу называть, какие управления у нас в плащелом состоянии, люди на ваше управление только говорят хорошие слова о вашей работе. Хочу благодарить весь коллектив за это. Большое вам спасибо. 2016 год для города Рени и Ренийского района стал переломным. Впервые за последнее время форпост Украины на Дунае получил серьезное финансирование на социально значимые объекты. Еще больший объем работ предстоит сделать в наступившем 2017 году. Ведь только из областного бюджета городу Рени выделена субвенция в размере 20 миллионов гривен. А селы Ренийского района из областного бюджета получат 12 миллионов. Все это результат слаженной командной работы. Да, проблем у нас еще осталось немало, но главное, чтобы было стремление их решать. В частности, необходимо наладить работу управления соцзащиты. На 2017 год государство выделило малообеспеченным категориям граждан большую помощь. В общей сложности жители Ренийского района в течение года должны получить более 80 миллионов гривен. Эти деньги должны быть четко распределены тем, кто в них нуждается. Государственные субсидии снизят социальную напряженность и помогут гражданам выжить в этих непростых условиях. Накануне праздника с добрыми пожеланиями коллектива управления социальной защитой пришел Народный ансамбль Ренийского дома культуры ЦРН Куза. Я желаю, чтобы вас денег пожилет в Корее Распуху, принесет, пусть вам богатство, прибыльное желудокое. На Кукареке пусть счастья, любви, здоровья в одночасье, и легким смахом ярких крыл, пусть принесет добро и мир. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Там солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таки. Как встать и счастье сам, счастье хватит людей с другим. С Новым годом, с новым счастьем!